Добрый день! В эфире Рябунг ТВ. Наш гость сегодня – политолог, международник, бывший эксперт аналитического центра Орбели Андрианик Ованисян. Андрианик, добрый день! Рады тебя приветствовать! Добрый день, Зара! Я благодарю вас, что вы предложили провести данное интервью. Всегда рад участвовать в таком формате. Андрианик, ты недавно выступил с разоблачающим заявлением о том, что азербайджанская сторона располагает возможностями приобретения армянских государственных документов и в доказательство представил видео дипломатического паспорта Пашиняна. Какое продолжение получила данная история? И мы знаем, что в твой адрес также поступали угрозы. Что происходит сейчас? К сожалению, об этом факте я говорил уже давно, не первый раз. Уже упоминал о том, что азербайджанская сторона располагает возможности приобретать государственные документы армянского образца, начиная с 2018 года, после известных событий майских и апрельских, когда в Армении произошел государственный переворот, который некоторые люди называют почему-то революцией. После того, как я узнал об этом факте, примерно начиная с октября, с ноября, я уже начал постоянно в своих интервью, в своих записях публичных говорить о том, что азербайджанская сторона располагает данными возможностями. В частности, я упоминал о трех, потом в дальнейшем о восьми этнических азербайджанцах, которые прекрасно владеют армянским языком, и у них есть армянские паспорта. И эти граждане, они живут сейчас в Казахстане, несколько человек из них, и еще пять человек проживают в Кыргызстане, в городе Ош и Бишкек. К моему большому сожалению, армянские правоохранительные органы, в частности, Служба национальной безопасности, не проявили какой-либо инициативы по данному вопросу. Несмотря на то, что я неоднократно об этом публично заявлял. В последний раз я, вот это событие, которое произошло со мной, встреча известная, о котором я неоднократно говорил с азербайджанцами, о том, как мне удалось получить дипломатический паспорт премьер-министра Армении. Я об этом публично также заявил, и представил фактически видеоматериал о том, что располагает дипломатическим паспортом премьер-министра. Ну, всем известно, что после этого, через Министерство иностранных дел армянские власти попытались как-то перенести этот вопрос в другую платформу, о том, что якобы паспорт был изъят, украден из государственного учреждения Армении, и в дальнейшем каким-то образом был паспорт передо мне. Ну, это абсолютно ложь, я об этом также неоднократно говорил, потому что есть ряд аргументов, которые полностью зачеркивают вот эту версию властей. В частности, в том паспорте, которому располагаю я, отсутствует подпись премьер-министра. Нам всем известно, когда выдается паспорт, будь это паспорт дипломатический или обычный паспорт, в нем обязательно ставится подпись владельца. В данном паспорте подпись отсутствовала. То есть паспорт был у премьер-министра с середины октября 2020 года. Получается, по их версии, что 10 ноября, да, украли, до 10 ноября 2020 года. И вот в этом промежутке 2-3 недели премьер-министр не поставил подпись. Это просто невозможно такое. Потому что подпись ставится сразу в первый же день, когда получает человек паспорт. Также были и другие аргументы, например, то, почему власти 3 месяца молчали о том, что был украден паспорт. Мы прекрасно помним, как премьер-министр заходил в свои прямые эфиры на Фейсбуке и говорил о том, что у него украли духи, у него украли водительские права его супруги, украли компьютер и другие предметы. Но ни слова не было сказано о дипломатическом паспорте. Что вновь подтверждает ту версию, что этот дипломатический паспорт не имеет никакого отношения именно к тому владельцу, к тому, кто говорит, что у них, к той версии, о которой они говорят, публицируют, что якобы паспорт был украден. Абсолютно никакого отношения к этому не имеет. Это очередная ложь с их стороны. Что касается угроз, то угрозы, если откровенно говорить, то они поступали в мой адрес, начиная с моего незаконной высылки из Армении в ноябре 2019 году. Именно с этого периода перманентно эти угрозы поступали в мой адрес, в адрес моих близких, в том числе тех людей, которые проживают на сегодняшний день в Армении. То есть постоянно власти пытались как-то напугать, шантажировать, чтобы я просто замолчал, чтобы я перестал говорить об ошибках властей, о предательских программах этих властей. Но я в очередной раз могу сказать, что такими вещами, шантажом и попыткой напугать они ничего не добьются, потому что это ошибка с их стороны смотреть на меня и видеть себя. Я знаю, что они пугливые, что они боятся, что это их надо как-то шантажировать, потому что есть чем шантажировать. И они думают, что все вокруг такие же, как они. Ну, на самом деле, они глубоко ошибаются, они это власти. И я буду дальше говорить, если у меня будет какая-то возможность разоблачить что-то, то я непременно это сделаю, потому что я делаю это на пользу своему народу и своему государству. Вот недавно состоялся рабочий визит премьер-министра в Алматы, как известно. В связи с этим были какие-то попытки связаться с тобой, напрямую выйти на связь, пообщаться, поговорить? Я публично сделал запись накануне визита премьер-министра в Казахстан, в Алматы, о том, что не имею какого-либо желания встречаться, будь то даже случайно, встречу провести с премьер-министром. И прямо обратился к премьер-министру, к его приспешникам, чтобы они не пытались выйти со мной на прямую связь, потому что я не располагаю таким желанием вступать с ними в контакт. Да, были попытки, со странных каких-то номеров мне поступали звонки, смс приходили, в том числе в социальной сети, в фейсбук. Ну, как я уже говорил, у меня не было желания, поэтому я не отвечал на эти звонки и не отвечал на эти письма. То есть письма были с угрозами или, наоборот, предложение встретиться? Нет, письма с угрозами именно вот в этот промежуток его визита не поступало. Именно были предложения провести какую-то встречу. Я не могу утверждать, что это именно были посланные люди именно со стороны премьер-министра. Может быть, это были какие-то шутки со стороны неизвестных лиц. Но факт остается фактом, были такие случаи, то есть какие-то странные смс с предложением провести встречу. Ну, естественно, я даже не отвечал на эти сообщения. Как ты уже заявлял, в ноябре 2019 года тебя пытались вовлечь, как ты называешь, предательские программы, соблазняя высокой зарплатой и обещанием карьерного роста. Ты отказался, после чего последовала твоя депортация из страны. Ты также заявлял, что в Тбилиси ты знаешь, что происходило. Можно подробнее вовлечь в предательские программы? Что ты имеешь в виду? На самом деле, предложение было сделано три раза. Я недавно в ходе своих интервью также об этом заявил, более подробно рассказал. Первая попытка была сделана еще весной 2017 года со стороны преподавательницы на тот момент российско-армянского университета Лилит Макунц. Ныне она является руководителем правящей фракции «Мой шаг», и есть слухи о том, что в будущем она будет назначена послом Армении в Соединенных Штатах. То есть этот человек преподавал в российско-армянском университете закрытые уроки проведения революции. Человек обучал молодежь, как надо проводить революцию. Изначально, когда эти курсы собирались, когда говорили об этих курсах, то есть это были курсы, направленные на то, чтобы гражданская позиция должна была быть воспитана в молодежи и что-то вот в этом роде именно. Но в последующем в ходе курса выяснилось, что эти курсы закрыты. Молодежи, студентам запретили делать видеозаписи, фотографии этих курсов, писать где-либо об этих курсах, рассказывать кому-либо об этих курсах. И уже в дальнейшем, даже после того, как курс двухнедельный, по-моему, или трехнедельный закончился, даже просто заплыли сертификаты, не раздали ничего, хотя до этого обещали, что будут разданы сертификаты по окончании данного курса. То есть во время этих курсов была попытка со стороны МакКунт вовлечь меня вот в эти предательские программы, которые я называю предательскими. Почему я их называю предательскими? Потому что все те инициативы, все те пункты, которые были в данных программах, они, на мой взгляд, являются предательствами. В частности, проведение революции, именно встать против государства. Я считаю, что именно встать против государства, провести революцию, это является предательством по отношению к государству. Проведение акции протеста против армянско-апостольской церкви. Армянско-апостольская церковь сыграла одну из важнейших ролей в том, что армянский народ сохранил свою индивидуальность, свою уникальность и вообще сохранился как единый народ. И сейчас проводить какие-либо акции против армянской апостольской церкви для меня является предательством. Пропаганда ЛГБТ-сообщества. То есть это для меня тоже является предательством, потому что пропагандируя те ценности, которые не имеют абсолютно никакого отношения к ценностям армянской нации, а именно к ценностям ЛГБТ-сообщества, для меня также является предательством. И вот в этом контексте также Стамбульская конвенция, которая вдруг появилась после революции в 2018 году. То есть это все вот единая программа была, и вот начиная еще с 2017 года, эти люди работали над этим. Естественно, в меру своих возможностей я информировал правоохранительные органы или через оппозиционных деятелей я эту информацию доводил до правоохранительных органов. Но, к моему большому сожалению, никакой серьезной реакции на это все не произошло. И в результате произошла революция в 2018 году. И что касается вот именно встреч в Тбилиси, об этом я уже на протяжении года говорю. Можно по поводу вот курсов? То есть это входило в учебную программу или это нигде не было так вот зафиксировано? Нет, это не входило в учебную программу Российско-Армянского университета. Это были дополнительные курсы. Пожелания туда записывались? Туда записывали сами преподаватели. То есть такого как такого набора не было, что набор желающих. Это именно исходило от Лилит Макунца и тех людей, кто ей помогали организовать эти курсы. То есть видно, они проводили какой-то отбор. А руководство университета было в курсе того, что происходит? Откровенно говоря, я не знаю, руководство университета было в курсе или нет. У меня множество разговоров было и с преподавателями университета. То есть немногие преподаватели знали об этих курсах. Немногие сотрудники университета знали об этих курсах. Возможно, что эти курсы не были оговорены с руководством университета. То есть в стенах Российско-Армянского университета проводились курсы о том, как проводить революцию, получается так, в 2017 году? Абсолютно. А ты пытался связаться, вот эту информацию довести до руководства университета? Ты сказал, что ты доводил это, пытался довести до государственных органов, правоохранительных органов, а до руководства университета, их позиция в связи с этим. Я говорил именно с преподавателем, то есть до руководства университета разговоров не шло. С преподавателем, когда я общался, то есть говорил о том, что проводятся такие курсы. Тот из преподавателей говорил, что да, эти курсы, как бы, очень сильно мы знаем об этих курсах, что они проводятся. У них ничего опасного нет. То есть это воспитание гражданской активности среди молодежи. Другие преподаватели говорили, что нет, мы не в курсе об этих занятиях. То есть такая вот сложилась картина неясности для меня, и я просто перестал как-то интересоваться этим вопросом, и дальше продолжал заниматься этими курсами, посещать, слушать, о чём там говорится. Я тебя прервала. Ты рассказывал также о Тбилиси, что там происходило. Да, о событиях в Тбилиси я говорил также неоднократно в течение всего этого года. О том, что в августе-сентябре 2018 года в столице Грузии, в Тбилиси, при посредничестве Дипкорпуса Соединённых Штатов, произошла встреча между эмиссарами с армянской стороны и с азербайджанской стороны. И во время этих встреч были затронуты различные вопросы, и в том числе вопросы касательно урегулирования Нагорно-Карабахского, армянского вопроса. И я также говорил о том, что те условия, которые были поставлены перед армянской стороной, они не исходили из национальных интересов Республики Армения и Республики Арцах. И эти условия были приняты со стороны тех людей, которые представляли армянские власти. В частности, я назвал имя одного из участников этой встречи со стороны армянской делегации, это Арсен Харатьян, который просто сбежал из страны, и как в дальнейшем выяснилось, он еще и оказался гражданином Соединённых Штатов. То есть как гражданин Соединённых Штатов был советником, премьер-министр Армении Пашиняна для меня уже удивительно. И то, как он сбежал, также, естественно, оставляет очень большие вопросы, почему человек вдруг решил сбежать. А сбежал он накануне начала военных действий в Арцахе. Вот ты говоришь, тебя пытались вовлечь. То есть тебе предлагали какую-то должность или какую роль тебе предлагали в этой программе? Именно более подробно о том, чтобы предложить финансовые, материальные вознаграждения, предложить карьерный рост, это происходило уже после революции в 2018 году. То есть первый раз, когда мне предложили, в 2017 году, просто предложили принять участие в осуществлении, в пропаганде этих программ, как просто активного студента, как активный участник, как активный гражданин. Во второй раз, когда предложили, уже в 2018 году, после революции, здесь именно уже была направленность на то, чтобы конкретно карьерный рост обещали, обещали большую денежное вознаграждение за проведение этих акций. Но опять же, как и в первый раз, я отказался и просто назвал эти идеи себе предательским, потому что они не исходят из национальных интересов Армении. И было предложение уже в третий раз, это 2019 год, сентябрь месяц, когда я просто уже категорически отказался, и там дошло до ссор и грубых даже слов с моей стороны в их адрес, в адрес тех людей, которые предлагали предательские эти программы осуществить. После этого не прошло и нескольких дней, как вот случился этот инцидент со мной, меня решили отправить в Таджикистан, а по приезду просто запретили въезжать в Армению. И спустя несколько дней заявили, что я представляю угрозу для государственности армянской, для общественности армянской, но никаких либо подробностей более не сообщили. Хотя после этого, помните, я говорил неоднократно, что готов вернуться в Армению, и если у них есть какие-либо доказательства о том, что я действительно являюсь каким-то преступником, о том, что я действительно представляю угрозу, то я не против, чтобы меня прямо в аэропорту задержали, провели судебное расследование, доказали мою вину и наказали соответствующим образом. Но никакой реакции со стороны властей не было и не может быть, потому что у них нет каких-либо доказательств, что я представляю угрозу. Это просто абсурд. Возможно, ты представляешь угрозу для них в плане разоблачения? В дальнейшем, если честно, когда сам произошел инцидент, когда мне запретили въезд в страну, первоначально я подумал, что есть какие-то технические вопросы. Возможно, это связано с резидент-картой, потому что я не являюсь гражданином Армении, я гражданин Казахстана, и, возможно, из-за проблем с резидент-картой возникли какие-то технические вопросы, и они устранятся в ближайшие недели. Я поэтому даже и не сопротивлялся, то есть с улыбкой на лице, покинул страну, думаю, что в скором времени вернусь. Но уже покидая страну, у меня уже вот эта мысль, вот это сомнение появилось, что нет, здесь уже вопрос, скорее всего, не технический, а именно связанный с тем, что я в свое время несколько раз отказал этим людям вовлечься в их предательские программы, и они просто решили меня наказать таким образом. Ну, у них были, скорее всего, другие планы, как мы в дальнейшем также с друзьями в общении, я пытался понять, зачем они это сделали, именно с Таджикистаном связано. Скорее всего, они хотели обратно отправить меня в Таджикистан, и уже вот это заявление сделать, что я представляю угрозу для Армении и армянской общественности, и связать это с тем, что меня отправили в Таджикистан. То есть, что я там проводил какие-то встречи с экстремистами, или что связано как-то с наркоторговлей, может, или с другими какими-то запрещенными вещами. То есть, вот их намеренно были в этой стороне. И именно поэтому они 12 часов удерживали меня в аэропорту, потому что не знали, как быть дальше, потому что в Таджикистан не могли отправить, нет прямого сообщения между Ереваном и Душанбе. И 12 часов спустя вынуждены отправили меня в Москву, туда вот, откуда я приехал. Но при всем при этом ты с самого начала высказываешь готовность вернуться на родину, здесь работать. При нынешней власти ты готов, в принципе, возвратиться в Армению и не боишься, что там тебя могут просто в чем-то обвинить и какие-то меры предпринять уже на месте. Ты абсолютно правильно говоришь об этом, потому что мы сегодня видим, каким репрессиям подвергаются оппозиционные деятели. Да и не только оппозиционные деятели, просто обычные граждане, которые свои взгляды публикуют, говорят о них. То есть только потому, что они критикуют нынешнюю власть Армении, за это они подвергаются репрессиям. Здесь я абсолютно согласен. И не исключено, что уже по прибытию в Армении против меня тоже могут зависеть какие-то уголовные дела, попытаться шить какие-то несовызмерные обвинения в мой адрес. Это все реально, я не исключаю этого. Но в то же время я хочу сказать, что у меня нет абсолютно никакого страха ни к этим людям, ни к их действиям. Бояться в данной ситуации должны они. Бояться они должны, потому что они предали Армению, они продали наши территории, и они виновны в том, что 5000 человек, по меньшей мере 5000 человек, потеряли просто свою жизнь. Самое драгоценное, что есть в этом мире, они просто были убиты по их вине, по их предательству. И у меня к тебе вопрос, как к эксперту, политологу. По твоему мнению, по твоей оценке, с чем связан отказ правящей партии от идеи внеочередных выборов? Причин множество на самом деле. Причин отказа очень много. Я связываю это с несколькими ключевыми причинами. Во-первых, армянские власти не ожидали, что экс-президент Армении Роберт Кочарян сделает такое заявление о том, что он готов принять участие в неочередных выборах. Мы прекрасно знаем, что оппозиция в лице 17 или 16 партий выступает с инициативой, что премьер-министр обязательно должен уйти в отставку, должно сформироваться временное правительство, и уже потом в течение года пройдут внеочередные выборы. А здесь получается, что Роберт Кочарян заявил, что он готов принять участие на внеочередных выборах, даже если эти выборы будут проводить нынешние власти. То есть это абсолютно было неожиданно и, скорее всего, шокирующим заявлением стало для нынешних властей. Это первый аргумент. Второй аргумент – это то, что нынешние власти, действующие в предательский режим Армении во главе премьер-министра Никола Пашиняна, прекрасно понимают, и они очень хорошо знакомы с действительными социальными опросами на территории Армении. И результаты этих опросов говорят о том, что их рейтинг находится на уровне 10-12%. С таким рейтингом принять участие на выборах и позорно просто проиграть их, естественно, они этого не желают. Это второй аргумент. И третий аргумент – это то, что, на мой взгляд, внутри правящей фракции «Мой шаг» сформировалась еще одна правящая, еще одна фракция. То есть вот как есть такой термин «государство внутри государства», «глубинное государство», а здесь сформировалась какая-то глубинная коалиция, глубинная фракция внутри правящей фракции «Мой шаг». Речь идет о Соросовской группе. То есть есть группа депутатов, это примерно 25-30 человек, которые прямо или косвенно связаны с фондом Сороса в Армении. Вот эта группа, они консолидировались. И именно они выступают против проведения внеочередных выборов. Сегодня именно они диктуют условия внутри фракции и самому даже премьер-министру. Это абсолютно очевидно, на мой взгляд. И они попросту шантажируют тем, что если власти, если фракция не пойдет на уступки в их требованиях, то они покинут фракцию и присоединятся к оппозиции. Недавно состоялся учредительный съезд движения «Сильная Армения с Россией» за Новый Союз. И дискуссионный клуб «Армения-Казахстан», председателем которого ты являешься, направил приветствие этому движению. То есть ты видишь дальнейшее развитие именно в сближении с Россией со странами евразийского континента? Конечно, в условиях нынешней геополитики, в условиях развития нынешней геополитики нам необходимо углублять и развивать отношения с историческими союзниками Армении и армянского народа. На сегодняшний день в этих условиях геополитических, которые складываются как на евразийском континенте, так и в частности в нашем регионе, необходимо именно развивать отношения с Российской Федерацией, а также со всеми государственными членами организации договора о коллективной безопасности. Здесь, смотрите, складывается такая картина, что Турция и Азербайджан в регионе это уже фактически альянс. В частности, вот именно в военно-политической сфере. Это альянс. И недавние военные действия в Арцахе доказали это. То есть два государства, как они вот постоянно говорили, два государства, одна нация, оно вот фактически было реализовано в период Арцахской войны. И Турция, естественно, принимала участие в этих военных действиях. И спецназ был отправлен, и техника военная постоянно, она поступала из Турции в Азербайджан на протяжении 44 дней. И эти условия, когда с одной стороны с запада у тебя 80-миллионная турецкая республика, а с правой стороны у тебя 10-миллионная азербайджанская республика, 3-миллиона Армения не может противостоять двум государствам с двух сторон. И в этих условиях надо, естественно, развивать и углублять отношения со стратегическими партнерами Армении, в частности, с Российской Федерацией. Я абсолютно положительно отношусь к этому движению, я приветствую это движение, я считаю, что это исходит из национальных интересов, кстати, не только Армении, но и Российской Федерации развивать и углублять армяно-российские отношения, потому что те угрозы, которые сегодня есть в отношении Армении со стороны Турции и Азербайджана, в дальнейшем, когда они, если решат вопрос с Арменией, так скажем, грубо говоря, то они переместятся в свои взоры в сторону Северного Кавказа, в сторону Центральной Азии, в сторону Северо-Западного Ирана. То есть здесь именно речь идет о тюркском факторе. И когда мы начинаем исследовать и пытаемся понять, откуда вообще идет сама вот эта идея неопантюркизма, почему я говорю неопантюркизм, а не просто пантюркизм, потому что сегодня это не классический пантюркизм, когда лишь националистические вот эти тюркские народы вовлечены в проект. Сегодня речь идет о неопантюркизме, это национал-исламизм, как в свое время нацизм, да, была эта идея фашистская, да, вот эта фашистская Германия, да, нацизма идея, то здесь идет уже идея национал-социализма, национал-исламизма. То есть в проект вовлечены не только тюркоговорящие народности, но и мусульмане. Обратите внимание на Пакистан. Пакистан вовлечен и углубляет отношения как с Турцией, так и с Азербайджаном. Обратите внимание на Афганистан, который также углубляет свои отношения с Турцией и с Азербайджаном. И это все ведет к тому, что идет общий центр реализации этих идей неопантюркизма. И этот центр не находится в Стамбуле или в Анкаре или в Баку. Этот центр находится дальше, западнее, примерно в Лондоне, скорее всего, или в Вашингтоне. И вот оттуда эта идея вся идет, простирается. И здесь просто Турция и Азербайджан, и в частности Турция, является инструментом реализации планов Великобритании и Соединенных Штатов. А планы заключаются в том, чтобы навредить тем государствам, у которых есть вопросы, связанные с тюркским фактором. Это Китай, здесь уйгурский вопрос, это Иран, здесь азербайджанский вопрос, и также есть еще тюркские народности. Российская Федерация, Северный Кавказ, Поволжье, Таташтан, Башкорстан. У этих стран также есть проблемы, связанные с тюркским фактором. Поэтому здесь идет большая геополитическая игра. С одной стороны, это США и Великобритания, с другой стороны, Российская Федерация, Иран и Китай. И здесь мы просто не имеем другой альтернативы, кроме как углублять свои отношения со странами вот этого блока, российско-иранско-китайского. Андреаник, спасибо за проявление такой четкой и однозначной позиции. Рады были тебя сегодня слышать у нас в эфире. Благодарю тоже за проявление инициативы по проведению эфира. Субтитры создавал DimaTorzok